Здарова, дружище! Привет, братишка! Желаю тебе отличного дня, хорошего настроения, здоровья тебе и близким! Сейчас мы будем рассматривать маленького шкета-страйдера. Он сейчас расхреначит на этой карте 15 мехов. Давай считать вместе. Может не стоит всё-таки качать всех одинаковых мехов в ангарда, стоит иметь разных мехов, которые постоянно находятся в балансе и вроде как нерфу не подвержены. Но это, конечно, косяк со стороны разработчиков, что они то это нерфят, то это нерфят и достаточно сложно игрокам в итоге определиться с выбором. А я всё-таки за то, чтобы игроков в игре было побольше. Ну, да не будем отклоняться от темы. Сейчас возвращаемся к нашему страйдеру и будем охотиться на этих 15 красненьких негритят. Кто смотрел сказку 10 негритят? Так вот, в этой сказке их 15, братишка, да? 15 негритят. Это первый. Раз. Нет, это уже два. Ошибаюсь. Первый был Лео. А это, я так понимаю, три. Этого не успел. Так, что у нас здесь? Пора по... О, какая у нас вкусняшечка! Ой, вот это не было, не входило в мои расчёты. Так, маневрируем на бордюре по краешку пяточкой. И забираем. Четыре. А вот у нас хорошая цель, да? Так, что это твердолобое? А, это фалькончик. Так, а второй? Второй оресик. Ну, поможем братве, обоим и сбросим. Итак, это очень динамичная, спокойная сборка. В умелых руках может забирать кучу киллов. И, на самом деле, фармить серебро. Экономика у нас теперь новая. Вот наш пятый. Наш пятый герой. Забираем. И сваливаем. И побыстрее. Нет, немножечко всё-таки стрельну. Так, нет, всё-таки я сваливаю. Туннельный прорыв. Или туннельный проскок, да? Как правильно? Фига себе, это чё это было? Так, я чувствую, на шестом герое мой ласт-энд приказал долгожить и сказал пока. Пока, Андрюха. Шесть. И минус ласт-энд. У меня. Печалька, конечно. А то хейтеры скажут, вот у тебя был ласт-энд. Ну, ничего, давай считать вместе, товарищ хейтер. Мы без ласт-энда сейчас девять грохли. Это у нас седьмой. Уже без ласт-энда. Там был шквальный огонь, мне удалось удрать. И вообще, на страйдере нужно всегда стараться стремительно удирать. Несмотря на все его скоростные характеристики, справиться с ним достаточно просто. С помощью станового вооружения. С помощью плетей ему вообще не скрыться, не убежать. Восемь. Это был восьмой негритёнок из красной команды. Продолжаем. Главное, не простоволосица, братишка, да? Сейчас будем оресы забирать. Технично, красиво, а потом сразу текать. Смущает меня немножко хаечи на тумумбасах. От мне досталось маленько. Забираем девяточку и текаем, текаем. Да что такое? Ёлки-палки, братишка, мне перебили левую лапку. Ну ничего. Сделаем сейчас Титана Ауминга десяточкой. Вся обойма в него ушла. Остаётся только допукивать. И надеяться, что этот килл достанется мне, да? Не всегда такое бывает. Киллов много я упускаю. Бывает непруха. Другие ребята забирают. Тем не менее, у нас десять есть. А нам надо пятнадцать, да? Я обещал в начале ролика пятнадцать. Значит, будет пятнадцать. Так, вот там есть дракон и Карлсон на крыше, да? Такой вот хитрый ховер. Смотрите, какую позицию за нём. Он думает, что самый хитрый и умный. Так, дракон ушёл. Тогда будем Карлсона забирать. Отстрелим ему нахрен вентилятор. Одиннадцать. Так, у нас одиннадцать. Пусть ты будешь двенадцатым, да? Согласен? Но ведь весь мой. Нет, не мой. Хотя я полностью забрал этого парня, но... А килл не мой. Ну, не считается. О! Ждём. Ждём посадки ещё одного Карлсона. И тоже будем отстреливать ему вентилятор. Сэр, вы позволите быть тринадцатым? Итак, тринадцатый воин. Забираем. Так, нам осталось ещё до выполнения миссии два. Ух, ни хрена себе. Эта тушка не входила в мои расчёты. Текаем. Айть! Айть! Так, вот хорошая у нас вкусняшка. Может быть, четырнадцатый. Я думаю, что есть у меня четырнадцатый. Сейчас заберём. Вот, ёлки-палкиш. Есть, только он тринадцатый. Вот у нас тринадцатый, потому что тринадцатый... Где-то я ошибся. Вот это был тринадцатый. А вот это вот четырнадцатый, да. Вот это четырнадцатый, точнее. А теперь остаётся, чтобы полностью выполнить миссию, забрать пятнадцатую цель. Вот, он меня всё-таки достал, да? Нанёс мне удар способностью Артур. Тогда сваливаем. И побыстрее. Так, сейчас немножко, ребята, его поточит, и я помогу его забрать. И надеюсь, что Артурчик будет у меня пятнадцатый кильчик. Такой большой и толстый. Ни хрена, он не стал моим кильчиком. Его забрали, ребята. Но ничего, мы сейчас поохотимся. У меня перебито одно копыто вместе с коленом. Мало ХП, 32 тысячи. Но я думаю, что вот этот Арес, это моя вкусняшка. Моя вкусняшка. Сейчас будем забирать. С глазом он отстрелялся, да? Шарманка погасла. И забираемся. Бой Моноката. Вот надо было мне сманеврировать, я не успеваю. Но забираю. И это наш пятнадцатый киль, братишка. Что хотел я тебе показал. А дальше разъяренный маленький Кумишонок бежит уйстить за своего страйдеренка. Кстати, выйдет еще отдельный обзор на канале, поэтому подписывайся, сюжета новый не пропускай. Будет два бесючих малыша охотятся в целых долгих двух боях на всех. И посмотришь, сколько могут набивать в бою один страйдер и один Кумиха. Всего лишь два меха. Никаких драконов, никаких лечей, никаких фантомов. Ну и никаких титанов. Да? То есть чисто Кумиха и страйдер. Два брата Акробата. Посмотришь, сколько могут они вдвоем набивать в одном бою. Так, ну что ж. Настрелял 1100 на Кумиха немножко. Да, успел. Все остальное здесь сделал страйдер. Итак, итог страйдера. Два семьсот. Пятнадцать уничтоженных мехов и семьсот пятьдесят тысяч серебра без бустера. Это сделал один страйдер, дружище. Один единственный страйдер. С тобой был Веркомандер. Мы увидимся с тобой в стримах, обзорах и в конкурсах. Но чтобы все это не пропустить, включай уведомления и подписывайся на канал. Увидимся. Отличного тебе дня. Отличного тебе дня.